Итак, всем привет! Вот оно настало время нашего долгожданного обещанного мной урока по макияжу. И сегодня я продемонстрирую вам простой такой дневной естественный макияж, который я в последнее время делаю каждый день, который мне очень-очень нравится и с которым я себя чувствую очень-очень комфортно. Если вам интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Итак, начинаем! Поехали! Начинаю я свой макияж с основы Bale от марки Hourglass. На данный момент на моем лице нет ничего, кроме моего базового увлажняющего крема для лица. Я достаточно тщательно распределяю данную основу по всему своему лицу. Наношу ее на зону шеи. Основа белая изначально, но она отлично подстраивается под состояние кожи, под цвет, делает кожу такой гладкой-гладкой-гладкой. Далее, пока основа для лица у меня усаживается, ей нужно несколько минут для того, чтобы усесться основательно на лице, я наношу вот такой вот Photofinish Hydrating Eye Underwear Eye Primer от марки Smashbox на зону под моими глазками и немножечко на верхнее веко. Она очень хорошо увлажняет зону наших век, моих век и очень-очень мягко, щадяще ее подсвечивает. На нее сверху очень-очень хорошо ложится консивер, ну и прям вообще, честно говоря, очень комфортно дальше наносить. Дальше в качестве основы я наношу такой вот BB крем Nude от марки Airborne. Те, кто следят за моим инстаграмом, прекрасно знают о моей последней любви, случившейся с этим кремом. И я его действительно люблю, и все последнее время я очень активно пользуюсь данным кремом. Вот такое вот количество выдавливаю сейчас еще чуть-чуть. Он, конечно, прям полностью все-все-все проблемки не перекрывает, но он создает такую достаточно естественную кожу. И, в принципе, мне его на каждый день, если у меня нет какой-то там специальной съемки, фото, когда у меня очень чувствительная камера, то мне его вполне-вполне хватает. Я наношу его пальчиками, я, в принципе, очень люблю работать именно пальчиками. Я ее очень аккуратно распределяю, она тонким-тонким слоем ложится, пальчиками я чувствую прекрасно свое лицо. И вот она у меня уже уселась. Я очень тщательно стараюсь прорабатывать линию по росту волос там, где у меня ушки, чтобы везде-везде у нас... Вернее, нигде-нигде у нас не было никаких переходов. Итак, с тональной основой мы закончили. Следующий пункт это консилер. Под глазки я использую вот такой вот консилер от марки Бека. Это у нас Under Eye Brightening Corrector. Вот он, это знаменитая розовая баночка. Вот такой вот он внутри. Это корректор на восковой основе, поэтому обычно я набираю пальчиками несколько раз, так вот несколько секунд его согреваю. И уже потом вот такими вот притамповывающими движениями наношу на зону под моими глазками. Он очень-очень хорошо ложится. Разогреть его нужно для того, чтобы он лег тонко и работал еще более эффективно. Несколько раз прохожусь по этой зоне. Вниз я не спускаюсь, я прорабатываю только зону под моими глазками. Вот зона вокруг носика у меня чуть более проблемная, здесь чуть больше затемнений, поэтому я прохожу ее дважды более тщательно. Потом я беру второй консилер Master Touch от марки Max Factor. Это вот такая вот кисточка, очень удобная. Это один из любимых моих консилеров из раздела масс-маркета, из области масс-маркета. И им, как правило, делаю вот так вот наношу вокруг носика и вокруг губ. И убираю какие-то вот здесь вот у меня прыщик, вот я его тоже уберу. То есть какие-то такие вот мелкие. Можно еще с помощью него вот так вот нам с вами высветлить чуть-чуть носогубку. И опять же пальчиками потом прорабатываю эту зону тщательно. Для того, чтобы весь наш консилер полностью слился с остальным нашим макияжем. Дальше я беру вот такой вот потрясающий хайлайтер Modern Mercury. Из последней коллаборации, собственно, из обеих коллабораций марки Istio Auder и Victoria Beckham. Хайлайтер прям, правда, очень-очень крутой. И наношу его вот сюда, вот на верхнюю часть скул. Кисточка, кстати, Smashbox, очень удобная для контуринга. Вот сюда. Видите, он очень так сразу красиво эта зона заиграла у нас с вами. Наношу под бровь. Вот так вот немножко аккуратно. Кисточку сжимаю, делаю серединку носика. И верхнюю губу, галочку. Вот, лицо у нас сразу с вами ожило. Дальше я беру еще один мой любимый продукт из коллаборации Victoria Beckham с маркой Istio Auder. Это вот такие вот кремовые румяна в оттенке Blonde Mink. Вот такой вот потрясающий оттенок. И сейчас я вам покажу, что я с ними делаю. Сначала я беру данные румяна, наношу их на пальчик. Опять же, как я уже сказала, я люблю работать больше всего именно пальчиком. Наношу его даже не совсем на яблочки. Вот сюда вот, под хайлайтер. И переношу сюда. Делаю фактически коррекцию лица, но с помощью румян. Вот сюда увожу и слежу за тем, чтобы все у меня было очень-очень хорошо растушевано. И то же самое делаю с обратной стороны вверх. То есть вот яблочки у нас вот здесь вот. Я сейчас румяна наношу чуть выше. Это такой последний тренд в макияже, когда мы с помощью румян делаем вот такую вот общую, в принципе, коррекцию лица. И контуринг вам в данном случае будет не нужен, потому что вы, в принципе, все то же самое сделали. Стараемся не залезать на зону с хайлайтером, а наносим наш продукт вот сюда. Вот чуть-чуть, чуть-чуть забираемся вперед. Вот заходим на зону яблочек. Также немножечко румяна я наношу на голубые. Придаваем такой же вот оттенок, как и на моих щечках. То есть делаем такой моноцвет. Еще один очень популярный тренд, когда у нас с вами на всем лице один цвет. Все зоны проработаны одним цветом. И этими же румянами я делаю тени, прорабатываю глазки. Чуть-чуть, вот так вот аккуратненько растушевываю по веку и увожу чуть-чуть вбок и вверх. Растягиваю мой глазик. Делается очень быстро, очень удобно. Мне, в принципе, такой формат макияжа очень нравится в последнее время, именно на каждый день. Потому что минимум продуктов, минимум кистей, все делается ручками и очень-очень быстро. Вот так вот вы нанесли. Вот сюда вот чуть-чуть к бровкам вытянули и получили такой вот очень интересный свежий оттенок. Вот вы видите, как только мы, собственно, проработали румяными скулой, проработали немножечко губы и проработали глазки, у нас, в принципе, уже практически сложился макияж. Теперь можно взять пудру. Мы с кремовыми текстурами на лице закончили. Это у меня HD Powder, рассыпчатая от марки Make Up For Ever. Можно припудрить... Я являюсь счастливой обладательницей комбинированной жирной кожи, поэтому я, естественно, припудриваю зону под глазками, где у меня лежит консилер. Я припудриваю мою всю Т-зону вокруг носика, естественно, очень активно припудриваю лоб. В данном случае, как бы я его не припудривала, у меня все равно через какое-то время начнет блестеть. И стараюсь при этом сильно не залезать на те зоны, которые я прорабатывала с помощью кремовых румян, потому что, как вы знаете, кремовые текстуры и пудровые у нас не очень хорошо ладят, поэтому мы их не наслаиваем. Если мы лицо проработали пудровой текстурой, кремовыми текстурами мы уже в эти зоны не лезем. И, опять же, если мы проработали кремовыми, то мы туда не лезем с пудрой для того, чтобы не портить, не разрушать тот вот самый Natural Glow, который у нас благодаря пудровым текстурам получается. В принципе, нам с вами осталось проработать брови, проработать глаза, проработать губы. Насколько тщательно вы эти зоны будете прорабатывать, зависит от вас. Я начну сейчас с бровок. Я беру Brow Wiz, мой любимый карандашик от Anastasia Beverly Hills. Про мои любимые средства для бровей я делала отдельное видео, пожалуйста, ссылочку оставлю, обязательно посмотрите. Бровки у меня достаточно асимметричные, непростые. Брови мои, это моя боль, но я не сдаюсь. Здесь я стараюсь аккуратненько дорисовывать, добавлять волоски там, где мне их не хватает естественным образом. Как правило, я для этого использую последовательно несколько продуктов. Я не рисую сначала одну бровь, потом рисую другую. Я беру каждый из продуктов и прорабатываю им сначала одну бровь, потом другую. Конечно, если какое-то мероприятие или съемку, брови прорабатываю значительно более тщательно. Но в данном случае у нас такой вот дневной макияж, поэтому здесь я могу позволить себе небольшие огрехи. Этот карандаш у меня самый светлый, я закончила с ним, теперь я беру Precisely My Brow Pencil от марки Benefit. Он чуть-чуть потемнее, это вот двоечка у меня. Я дорисовываю им, прохожу еще раз, аккуратненько нажимаю не сильно и прорисовываю им уже не так тщательно. Те зоны, где у меня вот прям совсем проплешинки-проплешинки получаются. Дальше я беру вот такой вот Gym Brow, также от марки Benefit. Это вот такой вот гель для бровей. И я аккуратненько прохожу им мои бровки. В принципе, можно один раз пройти, дать высохнуть и пройти потом еще раз, если у вас как-то вот совсем как у меня три волосинки. Так, ну, вроде за бровями получилось, и в том случае они у меня на лице появились. Дальше у нас пока сохнут брови, можно заняться губками. Я возьму еще мой третий любимчик из коллаборации Виктории Бекхам с маркой Estee Lauder. Это карандаш для губ Виктория. И очень-очень аккуратненько подкорректирую форму. Опять же, я не лезу в верхнюю часть, где у нас хайлайтер, а немножечко делаю более четкий мой контур губ, как верхний, так и нижний. И прохожу контур, и потом аккуратненько растушевываю серединку. Блеск для губ из этой коллаборации я не брала осознанно, я решила, что карандаша и румян мне, в принципе, более чем достаточно для того, чтобы создавать нужный оттенок на губах. Соответственно, если я понимаю, что я вдруг с карандашом переборщила и где-то ошиблась, я опять беру свой любимый Мастер Тач от марки Макс Фактор. И очень аккуратненько вот эти вот зоны. Сейчас даже я вот взяла чуть больше и пальчиком, в принципе, их потом вот так вот аккуратно растушевываю. Я в последнее время стараюсь достаточно четко контур нарисовать, потому что сейчас опять в тренде зацелованные губы, поэтому от нас с вами какого-то четкого графичного контура губ никто не требует. Собственно, нам с вами остались одни глаза, вот если хочется такого совсем естественного, такой вот девичьей свежести, то я бы просто воспользовалась тушью из моих фаворитов сейчас Ice to Kill от марки Armani классическое черное. Вот я просто наношу румяна на веки и дальше я просто наношу тушь для ресниц. Но сегодня я снимаю еще одно видео, поэтому мне макияж нужен полный, поэтому сейчас я вам покажу полный цикл того, что я делаю со своими глазками обычно, если мне хочется немножечко выглядеть такой вот вававум, женщины-вампы, быть такой чуть-чуть коварной соблазнительницей. Для этого я беру вот такой вот мягкий каял от марки Burberry. Он черного цвета. Сейчас его открою. Подвожу очень аккуратненько мой глазик. Вот на самом деле основная задача нанести карандаш максимально близко к линии роста ресниц. Наносить четко, в данном случае вам его не обязательно. И делаю такие вот три точечки на нижнем веке. Зачем, объясню потом. Достаточно. Так, и беру и второй глазик. Собственно, повторяю ту же самую историю. Аккуратненько. Как я уже сказала, нам самое главное, чтобы наша линия прошла максимально близко к линии роста ресниц. И у нас остается здесь вот хвостик. Мы его чуть-чуть приподнимаем. Уголок не дорисовываем, но делаем небольшой и чуть приподнимаем. Далее я беру свой обожаемый карандаш от марки Chanel. Это мой самый любимый карандаш на данный момент в оттенке Eros. Самый любимый карандаш для глаз. Я им очень часто пользуюсь. Он совершенно потрясающего, такого вот насыщенного малинового цвета. И им я прохожу поверх моей черной линии чуть-чуть выше. Черная линия была ниже, а я им прохожу выше. У меня получается такая двойная в результате стрелка. И вывожу уже стрелочку в хвостик. В уголочке глаза смешивая черный с вот этим вот потрясающим вишневым оттенком Eros. Я вообще в последнее время очень люблю подобные двойные стрелки. Я люблю сочетать темно-коричневый с золотом. Я люблю сочетать вот как здесь черный и малиновый. Также можно сочетать синий металлик с черным. Когда черный дает вам глубину вокруг глазика. А второй карандаш дает вам собственно цвет. И здесь мы уже вот вырисовываем такую вот, уже следим за тем, чтобы линия у нас получилась четкая-четкая. Видите, уже такие вот прям интересные получились глазки. Дальше мы карандаш убираем. Берем ватную палочку. И аккуратно, так как внизу у нас был каял, мы вот так вот аккуратно растушевываем ватной палочкой. По нижнему веку наши три точечки и получается такая легкая, мягкая как бы подводка нижнего века. Чуть-чуть тень. То есть мы его сильно не подводим, но мы немножечко на него положили тень. И оно у нас стало более рельефным, что ли. Дальше мы берем тушь для ресниц. Как я уже сказала, это у меня Ice to Kill Armani классическая, черная. И начинаем красить ей наши реснички. Ну, когда женщина красит ресницы, у нее удивительно глупое выражение лица. Поэтому, извините, я стараюсь максимально активно для дневного макияжа прокрасить верхние реснички. В принципе, тушь данная дает достаточно хороший такой естественный эффект. Не эффект кукольных ресниц, не эффект накладных, а именно такой вот натуральный эффект удлинения. У меня немножечко объема, но без эффекта какого-то вот too much, что называется. Что я в последнее время очень-очень люблю для дневного макияжа. У меня, собственно, два фаворита среди дневных тушей. Это Dior Econic и вот эта вот тушь Armani Ice to Kill. И когда у меня на кисточке уже осталось совсем немножко туши, я очень аккуратненько, чуть-чуть-чуть-чуть прокрашиваю нижние реснички. Нижние реснички у меня достаточно длинные, поэтому на них я стараюсь класть только уже остатки туши, потому что иначе у меня будет такой совсем кукольный глазик. То есть вот чем меньше туши к этому моменту осталось на кисточке, тем лучше. И могу еще раз пройтись, вернуться к верхним ресничкам и их по основанию еще лучше прокрасить. Все, получилось вот так. В принципе, нам с вами остался последний штрих. Для него я использую вот такой вот хайлайтер от марки Becca в оттенке Opal. Как правило, я делаю либо с помощью пальчика, либо с помощью ватной палочки. Я, собственно, набираю немножечко данного хайлайтера на мизинчик и высветляю себе вот эту вот зону, подсвечиваю глазки. Чуть-чуть. И аккуратненько тоже прохожу, растушевываю, чтобы у нас прям не было четкой точки, чтобы все-таки у нас все зоны были растушеваны. Ну, на самом деле, макияж наш уже готов. Можно еще раз, если хотите, пройтись дополнительно чуть-чуть хайлайтером. Опять под бровки. Чуть-чуть губку. Можно, если хочется, добавить немножко блеска бесцветного на губки, чтобы добавить им сочности. И я, как правило, еще раз прохожу с кисточкой, проверяю, хорошо ли я, достаточно ли я припудрила свою кожу, потому что вот блестеть она у меня любит. Вот, кстати, от блеска меня очень-очень спасают монтирующие салфетки от марки Шесейда. Несмотря на то, что это не самый бюджетный продукт, но вот люблю его нежно, и работает он, правда, очень-очень хорошо. Итак, дело за малым. Осталось распустить волосы, их немножечко спушить, и я готова записывать для вас очередные видео. Я готова радовать вас. И я очень надеюсь, что данное видео оказалось для вас полезным. Я сразу извиняюсь, это мое первое видео про макияж. Я, честно говоря, достаточно долго боялась и не решалась данное видео записать. Поэтому, пожалуйста, не судите строго. Если данное видео вам понравится, о чем вы мне обязательно сообщите своими лайками, то я постараюсь как можно чаще записывать подобные видео для вас. Итак, если вам понравилось данное видео, вы, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если у вас появились какие-то вопросы, оставляйте комментарии внизу. Обо всех своих продуктах я обязательно напишу в аннотации к данному видео. Итак, спасибо большое, что оставались все это время со мной. Спасибо большое, что смотрели все это видео. Спасибо большое, что подписываетесь на мой YouTube-канал. И так, до скорых встреч. Пока-пока-пока.